Микс Ньюс. Расстояние не имеет значения. Мне где-то еще минут семь надо для того, чтобы добраться до дома. Радио не мешают границы. Те преобразования позитивные, экономический рост, улучшение уровня жизни. Все происходило во время моего премьерства. Самые откровенные мысли. Если я добрый человек, предположим, это другим судить, то от того, что я говорю, что у меня нет души в религиозном смысле, я не перестаю быть добрым. Только на Радио Болтком. Программа «Абонент доступен». Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И с нами на прямой связи по скайпу сегодня египтолог Виктор Солкин. Здравствуйте. Здравствуйте, любимая Рига. Здравствуйте. Я напомню сразу телефоны прямого эфира. 6-7-2-12-93-9. 6-7-2-13-93-9. Вы также, уважаемые радиослушатели, можете нам звонить, задавать свои вопросы. Пишите нам в WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1, номер WhatsApp. Да, и хочу я начать с такого немножко парадоксального вопроса, потому что мы все сейчас следим за тем, что происходит в Республике Беларусь, за выборами. И вот вопрос. У фараонов вообще возникали проблемы с электоратом? Были ли проблемы с народом, который, ну скажем так, не всегда их поддерживал? Ну, у фараона не может быть проблемы с электоратом, потому что электората, понятно, не было. Но, конечно, не всегда власть передавалась от одного царя к другому простыми способами. Они зачастую менялись династии, но поскольку политическое поле жизни древнего Египта, оно всегда очень религиозное, то понятно, что неважно, выдвигает царя, например, жречество, или выдвигает царя новые династии, воинские какие-то кланы, воинский слой, да, все равно здесь храм того божества, которое в ту или иную эпоху, да, становится центральным, они как бы утверждают власть царя, и порой бывали удивительные истории, когда, например, закончилась знаменитая эпоха Амарной, это фараон-реформатор Эхнатон, его жена Нефертити, его сын Тутанхамон, то есть такие очень известные всем нашим слушателям персонажи. Но вот эта династия закончилась, и к власти приходит военачальник Ремхеп, он, да, долгие десятилетия был известным военачальником в своей эпохе, и дальше огромный коронационный текст, который должен был легитимизировать власть царя, которого все знали всего лишь как придворного, он рассказывается с таким определенным юмором, что вот в храме бога Амона, в Карнаке, в главной национальной святыне собрались все достойнейшие, не знали, как выбрать царя, и тут вошел непосредственно сам бог Хор, который, бог неба, бог царской власти, который почитался как покровитель того города, из которого происходила семья фараона Харамхеба, он взял за руку Харамхеба, который скромно стоял в сторонке у последней колонны, вывел его ко всем, представил его богу Амону как национальному богу, и сказал, вот достойнейший, вот тот, кто достойен быть царем. Ну и таким образом, соответственно, вот через локальное божество, которое было покровителем того города, откуда происходила семья этого царя, вот таким образом была сделана легитимизация. Или, например, есть совершенно потрясающий памятник, он стоит меж лап великого сфинкса Гизы, это знаменитая стела сна, и в нем рассказывается о том, как некий царский сын по имени Тутмос, который не должен был быть наследником престола, он в полдень, в жару, после охоты уснул у полузасыпанного великого сфинкса у подножия пирамид. Ему приснился сфинкс, который сказал, что все сыновья недостойны, что его забыли, что он великий бог, покрытый песком, а вот этот Тутмос совершенно замечательный человек, и он в него верит. Дальше Тутмос просыпается, приказывает очистить сфинкса от песка, и совершенно случайно, по ряду обстоятельств, становится потом фараоном Тутмосом IV. То есть вот такие целые мифологемы, которые были связаны с легитимизацией царской власти, да, они, конечно, были, но в любом случае выбор фигуры царя, это было прерогатива высшего жречества, чиновничества и воинства, ну и простой народ просто получал очередного блистательного или неблистательного царя на престоле всех живущих, как это говорилось, египетских текст. Но если все-таки рассматривать народ как некую, понятно, что речь идет не о классическом электорате, но тем не менее диссидентские движения или, по крайней мере, какие-то сомнения у обывателей все-таки возникали по поводу того или иного фараона, или там все было достаточно, ну как обожествлено, что, в общем, таких мыслей не возникало, или что-то известно? Ну, конечно, нет, конечно, мысли возникали, понятно, что у нас очень мало источников, которые могли бы свидетельствовать о подобных настроениях, потому что, понятно, это даже не часть письменной культуры. Ну вот, например, знаменитый Эхнатон и Нефертисий, это XIV век до новой эры, религиозная реформа, и в пространстве изобразительного искусства появляются очень красивые сцены, когда изображена колесница, на ней стоят царь и царица, они несутся по дороге в какой-то храм, на какое-то богослужение, на виду того, что в это время искусство было достаточно лишено каких-то жестких канонических запретов, именно в это время, да, из-за того, что был религиозный переворот. Очень красивая сцена, да, то есть Нефертисий закидывает голову, ее практически целует царь, который одновременно держит за божье. И вот, например, в одном из домов их столицы, города Ахетатона, была найдена небольшая глиняная группка, то есть, ну, кто-то лепил из глины. И это повозка, в повозке стоят бабуин и мартышка, и мартышка откидывает голову абсолютно вот в этой же позе царицы Нефертисий, бабуин пытается ее целовать, и какие-то еще животные их везут дальше. То есть, в общем, за эту сатиру, конечно, можно было запросто уехать на золотые прииски или на каменоломни. Но понятно, что кто-то был доволен то ли иной царской власти, кто-то нет. Но вот только такие очень опосредованные свидетельства позволяют нам вообще говорить о том, что, как и в любом нормальном обществе, естественно, какие-то оппозиционные настроения были. Но, конечно, это не было той темой, которая могла бы быть отражена, там, не знаю, в храмовых надписях, на папирусах, то есть в той вот той грандиозной официальной культуре, которую мы изучаем и которая, естественно, является для Египта визитной карточкой. То есть, свобода искусства в данном случае не была цензуры какой-то, не была наказуема? Она, конечно, была наказуема. Но просто, да, то есть этому человеку, который вот у себя дома вылепил такую, ну, не знаю, такую удивительную совершенно для древневосточного общества вещь, ну, каким-то образом удалось это скрыть. То есть, понятно, что если бы это стало известно, он был бы наказан. Это очень жесткое, регламентированное общество. И понятно, что царь здесь не просто физическая персона, которая восходит на престол. Они считали, что в момент коронации в царя входит частица божества, он становится наполовину человеком, наполовину божеством. И только благодаря этому проводят жизненные силы, которые приходят из мира богов, и, соответственно, он проводит их своим подданным человечеству. То есть, это не просто царь, это как второе солнце, да. И поэтому у нас пирамиды, поэтому колоссальные статуи Рамсеса II в Абу-Симбеле и другие элементы вот этой абсолютно грандиозной царской пропаганды, которая занимала, ну, естественно, большую часть в египетском монументальном искусстве. Но какие наказания были приемлемы, наверное, в Древнем Египте для несогласных? У них, вы знаете, очень интересная история. Они практически не практиковали, например, тюрьмы. У них этого нет в культуре. То есть, у них позиция заключалась в том, что любое наказание, ну, понятно, что они разнились по степени жесткости, это разные виды общественных работ. Вот ты провинился, трудись на свой народ. И, соответственно, какие-то наказания могли быть, например, там, пахать поля там в храме такого-то бога, а, соответственно, более жесткие наказания – это те самые каменоломни, золотые прииски нубии. Это земля, находившаяся на рубеже, на границе современных Египта и Судана. И есть примеры, когда, ну, в одной, например, общине художников стало известно, что из местного храма пропадают бронзовые сосуды, ну, какие-то предметы храмового инвентаря. Обвинили женщину, которая, судя по всему, ну, видели, что она что-то воровала из этого храма. Сохранился подробный допрос, петекст допроса. Вот, и там есть прекрасная совершенно фраза. И она дважды так усердно поклялась именем бога, что суд усомнился. И пока она продолжала клясться именем бога, комиссия отправилась к ней домой, обнаружила, что у нее там не только эти бронзовые сосуды, но и много чего еще ценного, что она, вот, будучи нечистой на руку, позаимствовала из храма собственной общины. И дальше она была отправлена на другой берег Нила в управление делами великого визира, то есть премьер-министра, а именно премьер-министр или чати по-древнеегипетски, он был главой всей судебной системы, он считался верховным жрецом богини Маат, богини истины. Ну, и девушка просто оттуда не вернулась. И мы знаем о невероятно тяжелых условиях, в которых работали осужденные на золотых приисках. Чтобы вы понимали, ну, приблизительно месяц через пустыню шла вот эта процессия осужденных ослов, с поклажей, провизией и так далее, практически не было воды, доходила приблизительно треть. То есть от долины Нила до золотых приисков доходила треть осужденных, которые там потом в страшных совершенно условиях работали. И поэтому, когда мы с вами в Египетском музее в Каире смотрим на маску Тутанхамона золотую, мы должны понимать, что, между прочим, цена этого золота – это еще и огромное количество человеческих жизней. И порой сами цари ужасались, и знаменитый царь Сетий I в XIII веке до новой эры, он был таким царем, мистиком, интеллектуалом, очень интересовал окружающий мир. Он сам съездил на золотые прииски. И это был ужас. И после этого он приказал сделать систему колодцев, систему таких, ну, каких-то гостевых обиталищ на пути. То есть сам царь, речайший для египетской истории случай, посмотрел на цену золота своей страны, ну, и насколько это у него получилось, он попытался облегчить участь вот этих осужденных, которые, ну, это высшая мера наказания, если бы мы с вами об этом говорили. Казни были, но казни – это скорее исключение. И это касалось, например, грабителей царских гробниц в долине царей, которых сажали на кол, ну, или порой это касалось еще и заговорщиков против царского дома. У нас есть случай XII века до новой эры, когда одна из цариц попыталась убить фараона Рамцеза III и посадить на престол собственного сына, и она и ее сын были зумурованы заживо, и тело ее сына найдено. Вот была ли какая-то презумпция невиновности? Насколько справедливым можно называть древнеегипетский суд? Вы знаете как? В общем, да, суд очень непростой, потому что, в отличие, например, от цивилизации древней Месопотамии, где существовали вот эти грандиозные кодексы законодательные, да, своды законов, в Египте суд, он общинный. Вот есть такое представление суд Кенебет, когда, по сути, это такой суд старейшим, если так можно сказать, и помимо неких устоев общества, которые всем известны, внутри этого суда огромное значение имеют показания свидетелей. И вот эта дискуссия, свидетель обсуждения, прав или не прав, вообще Египет достаточно гуманная цивилизация, одна из самых, если так можно сказать, милосердных среди других культур Древнего Востока, и, например, для той же Осирии или для Вавилонии вот такое количество свидетелей, которые обсуждают это дело, это практически невозможно. В случае, если дело совсем запутанное, в дело вступал божественный Оракул, мы до конца не знаем, как Оракул проводился, но известно, что, например, перед священной ладьей бога Омона, где хранился его образ, поклали две таблички. И на одной было табличке условно, там, Рамсес украл мешок зерна, на другой Рамсес не брал этот мешок зерна. И когда даровалась табличка, тексты говорят, и в этом случае божество уверенно кивнуло. Вот что имеется в виду, статуя как-то двигалась, или были какие-то другие способы интерпретации, да, какого-то явления, связанного божественным образом, этого мы не знаем. Но вот Оракул решал самые сложные дела, а в остальном это, по сути, такой серьезный глубокий суд старейшин, но если, опять же, это дело не связано, например, с заговором против царского дома. Если разделить, условно говоря, фараонов на либералов и консерваторов, я понимаю, что это весьма условное деление, но, тем не менее, царь, который едет смотреть, как живут заключенные, в общем-то, в какой-то степени занимается правозащитной деятельностью, потому что... Ну да. Ну, то есть их можно разделить, условно, на либералов и консерваторов? И как они чередовались, вот как вы считаете? Ну, вы знаете как, понятно, что подобное разделение, оно было бы совершенно условным. Скорее, было какое-то количество царей, которые выходили за пределы такой царской принятой идеологемы, за пределы принятого образа жизни, которые интересовались там прошлым, например, да, или активно изучали страны сопредельные Египту, примыкающие, да, к египетским землям. Скорее, это исключение. Это исключение, потому что есть такой канонический образ царя, он успешный завоеватель, он успешный строитель, он успешен в своем взаимодействии с миром богов, и если вот он такой, да, традиционный фараон, то, в общем, как бы он и успешен с миром людей. Но есть очень интересная вещь, есть удивительный совершенно текст, это текст, в котором один из царей второго тысячелетия до новой эры беседует со своим сыном. И там есть удивительные вещи. Он говорит своему сыну, которого звали Мерикари, что тот, когда он зайдет на престол, не должен уничтожать людей, не должен убивать людей, не должен делать жизнь тяжелее, потому что люди, они любимейшие творения божества. И Бог ставит царя наверху вот этой пирамиды общества не для смерти, а для того, чтобы он был таким добрым пастырем, который связывает и мир богов, и мир людей, и мир ушедших предков. И вот это не наказывай, не убивай. И размышления о том, что увещевание и беседа с человеком, она достойнее и эффективнее смерти, она в Египте вот именно в этом тексте прозвучала совершенно блестяще, потому что с одной стороны есть там официальный телогем о божественном царе, а с другой стороны есть царь как простой земной человек, который мог и умереть, и мог быть убитым. И вот в данном случае, видимо, царь Хетия, о котором мы говорим, был очень мудрым человеком, и он попытался передать своему сыну в наследие вот такой какой-то буквально синтез египетского гуманизма. И там очень человеческих вещей много, и эти вещи совершенно неожиданные не только для Египта, они неожиданные для всего Древнего мира. Ну вот вы сказали, что Египет был гуманной цивилизацией. И протесты в Древнем Египте, раз уж мы говорим в том числе и в контексте информационного повода сегодня для всех СМИ, это Беларусь. Как они осуществлялись, и было ли жесткое подавление их, если они были? У нас есть несколько источников, которые рассказывают нам о таких событиях. 12 век до новой эры, это уже, в общем-то, эпоха, и начало медленного угасания Египта. Многие туристы были в знаменитом луксоре, это древние фивы, и на западном берегу стоит гигантский заупокойный храм Рамсеса III в Медене Табу. И вот именно в эту эпоху, когда уже ситуация в стране была абсолютно нестабильной, великие царские художники, те самые, которые строили гробницы в долине царей, вместе со своими семьями, вместе со своими помощниками, водоносами, то есть большое количество людей, они вовремя не получали несколько раз провизию от царского дома, то есть то, за что они работали и создавали вот эти великие царские гробницы. И они вышли из своих деревень, они устроили сидячую забастовку у входа в храм в Медене Табу, они требовали обращения к великому визиру, потому что промежуточные чиновники, они были казнокрадами и ворами, это было доказано, и в итоге эта ситуация была абсолютно беспрецедентной, и великий визир Хаим Четри, он приехал и вступил в переговоры, и здесь не было подавления восставших, прежде всего потому, что, ну представьте себе, что восстали Рафаэли, Леонардо, Микеланджело, то есть лучшие художники своего времени, естественно, они получили обещания, и даже потом эти обещания были выполнены, им были компенсированы все недостачи, и даже были даны определенные бонусы от управления царского дома. Удивительный, это первый случай, известный в истории вот такой сидячей забастовки, и роскошный папирус информации с рассказом об этом хранится в собрании Египетского музея в Туринии, в Италии, это первая сидячая забастовка в истории человечества, это были художники, то есть это были, ну насколько это можно сказать, максимально неформальные все-таки люди для своей эпохи, и у нас, например, от этого же времени, то есть есть изображение удивительное в одной из гробниц, художник, которого звали Хэлли, он выполнил гробницу для своего начальника, и в итоге на одной из стен сделал свой собственный автопортрет, и вот мы себе представляем каноническое египетское искусство, условное достаточно, в некоторой эпохе жесткое, и тут вдруг на коленях это изображение сидит человек с распущенными длинными волосами практически по пояс, нарисованный совершенно не канонически, в каком-то рубище, но при этом с палеткой, палетка это такая деревянная или каменная плашка, на которой накладывались краски, ну палитра по сути, и он изображает себя с палитрой и пишет, вот это я, вот этот художник, который создал эту гробницу, это мой автопортрет, он как раз жил вот в эпоху храма 63-го, видимо, был одним из тех, кто сидел на сидячей забастовке у соседнего храма, то есть, конечно, были более жесткие представители социума, как те же военные, да, или жречества, а были царские художники, которые порой позволяли себе вот подобный экзерсис, но это редкий случай, и еще большая редкость то, что это сохранилось до нас, эти свидетельства. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв, потом вернемся и продолжим, оставайтесь с нами. Мы продолжаем, эта программа «Абонент доступен», у нас на прямой связи египтолог Виктор Солкин, еще раз здравствуйте. Еще раз здравствуйте. Да, и напомним, сразу телефону прямого эфира, вы также можете нам звонить, 672-12-93-9, 672-13-93-9, номер ватсап 230-6191, подключайтесь, уважаемые радиослушатели, и вот мы видим, что сообщения приходят, позже мы их зачитаем. Ну, раз уж мы сегодня не можем обойти Республику Беларусь, и происходящее там, обойти стороной вот эту предвыборную гонку в Беларуси, не только как политическую освещали, но и как такую гендерную борьбу, гендерный конфликт, учитывая женщину-лидера Сталину Тихановскую. Что было с правами женщин в Древнем Египте? Потому что, насколько я знаю, царица Хадшипсут, Хадшипсут, да, она много лет Стиана Тронина наклеивала себе бороду, для того, чтобы вот подчеркивать... Свою мужественность. Да, свою мужественность. Ну, вы знаете, я бы здесь немножко разделил царскую власть и права женщин, потому что в двух словах вообще женщина в египетском обществе занимала очень высокое положение. Самое высокое на всем, не только в Древнем Востоке, но и вообще в Древнем мире. То есть римская Матрона или супруга греческого правителя не имела тех прав, которые имела египтянка. Она имела право на развод, она имела право лично завещать свое собственное имущество, то есть там серьезные экономические и юридические остальные права. Если же мы берем царскую власть, здесь ситуация совершенно другая. Она опять же уходит в религиозное поле, потому что египтяне считали, если очень простыми словами, что у мужчины и женщины разная жизненная сила. У мужчины – Ка, у женщины – Хемуст, и именно из союза этих двух сил там рождается будущий, рождается ребенок, но через мужскую жизненную силу полностью проходит поток жизненной вот такой энергии из мира богов, а через женскую силу – не полностью. И поэтому, да, действительно, в египетской истории было минимум пять или шесть женщин-правительниц. Они были все теми, кто из себя изображал фараонов, то есть это женщины-фараоны. Первые свидетельства таких правлений есть вообще от начала третьего тысячелетия до новой эры. Но, безусловно, Хачапсут, первая среди почтенных дам, как переводится ее имя, на самое успешное – это 22 года единоличного правления в 15 веке до новой эры. Ситуация сложилась так, что она была дочерью очень известного, очень успешного царя Тутмоса I. Ее собственный супруг Тутмос второй был таким малоизвестным правителем, то есть он достаточно рано ушел в лучший из миров. И в итоге наследником стал ребенок от женщины из царского дома, то есть от наложницы. И, соответственно, дочь великого царя, жена другого царя, дама, обладавшая, безусловно, харизмой, политической волей и ярким умом, свидетельств много, она отстранила на 22 года законного наследника престола. Если первые годы она еще себя изображает регентом при малолетнем Тутмосе III, то дальше вдруг на картинках, появляя изображениях, появляются два фараона, то есть она действительно подвешивала мужскую ритуальную бороду, она надевала мужские царские одеяния. Но все равно, вы знаете, это такое очень рафинированное, просвещенное женское правление. Но практически нет войн. Она один раз, судя по всему, сходила на войну в Нубию, есть об этом целая стела. Ужаснулась, больше на войну не ходила никогда. А дальше вдруг появляется рафинированное искусство. Появляются в главном национальном храме в Карнаке гигантские обелиски, покрытые золотом и электрумом, сплавом золота и серебра. На западном берегу Нила в Фивах строится ее знаменитый храм. Три белоснежные террасы, наполненные скульптурой. Перед этими террасами, перед храмом были специальные сады. Храм назывался «Священнейшие священных». И в частности, например, она организовывает даже торгово-военную, но больше торговую экспедицию в знаменитую страну Пунт. Это территория современного, видимо, Сомали. Это та зона, где произрастали ладановые мировые деревья. Самые любимые, самые главные благовония мира древних египтян. И в итоге, после многомесячного странствия, корабли царицы прибыли обратно в Фивы, в столицу. И текст говорит о том, что она встречала их на террасах своего храма, сверкающая, как звезда юга. Она была натерта золотом, смешанным с маслом. И, соответственно, такая золотая фигура царицы в мужском одеянии, она принимала не только невероятные дары тропической Африки, но вот эти благовония, которые буквально горами, судя по изображениям, были сыпаны около ее ног. То есть такая красивая очень картинка. Ну, а на самом деле еще и серьезная внутренняя политика, потому что невероятные совершенно подарки жертвовались жречеству верховных божеств для того, чтобы жречество ее поддержало. И на стенах ее храма была изображена такая большая иллюстрация к целой идеологической парадигме о том, что якобы она еще своим отцом была избрана для правления. И ввиду того, что личность ее была исключительна, то боги поменяли ей жизненную силу, взяли ее женскую силу и дали ей вот эту мужскую силу Ка, не говоря, чему она смогла править. После 22 лет правления она умирает от тяжелого онкологического заболевания. Есть ее мумия, она идентифицирована. Вот страшная совершенно опухоль в поясничной области. И затем к власти приходит вот тот самый законный наследник престола, которого она отстранила вот на два десятилетия, который становится одним из самых знаменитых египетских завоевателей. То есть парень долго сидел при дворе, и вот дальше дорвался, и там просто сотнями были завоеваны потом города Сиропалестины и Нубии. Но при том, что он тоже очень интересный человек, и там не только войны, но и архитектура, искусство и много чего еще, а ее эпоха – это действительно очень тонкая, просвещенная и рафинированная власть. Я позволю себе совершенно еще анахронизм, но если вот пытаться как-то сравнивать, да, древнеегипетскую историю, например, русскую, это такая древнеегипетская Екатерина II. Вот можно, в общем-то, ее так сравнить, потому что есть совершенно нестандартные вещи, когда, например, на основании одного из своих обелисков в Карнаке, вот имени царицы, она говорит, что «мечится сердце мое туда и обратно», думая, что же скажут люди времен грядущих, те, что памятники увидят, но и сотворенные спустя века и годы, и будут они говорить, и спорить, и сомневаться, как она это сделала. Если ты увидишь чудо, которое я сотворила, не говори, что похвальба. Скажи, как похоже это на ее величество Хадшипсут, как достойно ее отца бога Омона. Вот это «мечится сердце мое туда и обратно» в 15 веке до новой эры, согласитесь, это исключительно. Ну и, конечно, огромное количество произведений искусства, и можно было сколь угодно изображать из себя мужчину, но там, в заупокойном храме, где речь шла о вечной жизни, все равно появляется очень интересное изображение, когда отченая рафинированная фигура, абсолютно заметно женской грудью, с длинными менделевидными глазами, с ее знаменитой улыбкой, совершенно фантастическая улыбка. Она сидит в мужском головном уборе, но это женщина. Это потрясающая статуя, выполненная из бледно-розового марморизованного известняка. Это шедевр Музея Метрополита в Нью-Йорке. Она была вывезена в Америку. Вы можете в интернете зайти на сайт Метрополитена и найти вот эти портреты царицы Хаджипсут, в том числе это знаменитый ее образ. То есть, все равно, с одной стороны, была история, написанная по приказу, а с другой стороны, в ту, в другую вечную жизнь. Она, конечно же, входила как женщина, понимая, что одно дело политика и политическая догма, которой приходилось соответствовать, а с другой стороны, та же, собственно, вечная жизнь. Ну и завершая разговор, в общем-то, все равно, даже на самых крупных памятниках, тех же обелисках, тех же храмовых стенах, например, царь такой-то, речь о ней, золотая соколица, или владыка обеих земель, дочь солнца. То есть, вот эта игра гендерных эпитетов, мужского и женского, она все равно у нее есть, потому что, с одной стороны, есть политика, а с другой стороны, есть правда, и от нее никуда не уйдешь. Но, конечно, ее правление среди других фараонов женщин, оно самое яркое, самое эффектное, ну и беспрецедентно долгое. Звоните нам 672-12-93-9, 672-13-93-9, также нам пишут активно наши слушатели, и вот задает вам много вопросов, начну их зачитывать. Какое летоисчисление было в Древнем Египте, спрашивает Виталий у вас. Летоисчисление шло по годам правления правящего царя, то есть, вот, условно, Рамсес II взошел на престол, это первый день такого-то сезона года, первого года правления его величества у сэр Маатраса Тепенра, это трон на имена Рамсеса II. Он правит 67 лет. Дальше, соответственно, приходит к власти его сын Мерниптах, первый год правления царя Мерниптаха. То есть, у них вот именно такое, такая структура, да, исторического видения, поскольку они считали, что все цари суть разной воплощения одного единственного бога Хора, то это как бы правление единого бога Хора, разделенное вот на такие исторически реальные отрезки, связанные с персонами конкретных царей, которые это божество воплощают. От Древнего Египта дошло до нашего времени очень много, по сравнению с какими-то, например, другими цивилизациями текстов, в которых сохранились последовательные перечисления царей. Это знаменитые царские списки в Абидосе, есть царская камера в Карнаке, которая была вывезена в Лувр. Смысл бы в том, что египтяне очень серьезно относились к своей истории, очень почитали предков, и поэтому во многих храмовых комплексах существовали специальные помещения, где, соответственно, перечислялись цари прошлых эпох. В этих перечислениях, естественно, не было фараонов-женщин, и не было каких-то царей, которые, по их мнению, скомпрометировали царскую власть. То есть, например, религиозных реформаторов. Там вы никогда не встретите в этих списках имена Эхнатона, его привыкоприемников, поскольку это было время религиозной реформы. То есть благочестивые, праведные цари-мужчины. С точки зрения канонические, для понимания египтянами образа царя. Ну и, соответственно, вот таким образом строятся через их правление и хронологии египетской истории. Еще один вопрос от нашего радиослушателя. Были ли в Древнем Египте политические партии и ОПГ, то есть организованные преступные группировки? Как ни странно, вопрос хороший. Понятно, что никаких политических партий не было. Были, скорее, скажем так, политические общности, придворные, которые выдвигали того или иного царя, или оказывали на него влияние. А вот ОПГ были. И от уже обсуждавшейся сегодня нами эпохи Рамцеса III есть удивительная документация, когда в Фивах, я напомню, что город стоял на восточном и на западном берегу Нила, на восточном это город живых, дворцы, дома житых египтян, на западе это некрополь, в том числе долин царей. И человек, который возглавлял светскую, вот эту восточную часть Фив, господин Пасер, он был очень приличным человеком. И он знал, как страшно его коллега, который управлял западным берегом, то есть некроплем, разворовывал царские гробницы. И он написал на имя великого визира жалобу о том, что он знает массу свидетельств, что грабятся гробницы, что там преступная группа. И, видимо, визир был вдоль, потому что никакой реакции не происходило. Единственное, нечистотами ночью измазали вход в дом вот этого честного чиновника. И в итоге он достучался до самого фараона, он бросился в ноги правящему тогда царю. И было расследование, расследование было ужасное, потому что было показано, какое количество гробниц разграблено. Но, как мы и должны с вами понимать, господин Паура, который стоял вот там во главе этой преступной группировки, он остался цел и даже не уехал ни на какие золотые прииски. Он откупился. В итоге виноватыми были кто? Пекари, медники, крестьяне, которые якобы сами сбились в преступную группу. И есть протокол допроса, он тоже хранится в Турине. Они рассказывают, как они, вооружившись факелами и медными инструментами, пробиваются в гробницу одного из царей, как они находят золотой саркофаг, маски, как они видят удивительные нивилирные украшения на забальзамированном теле его жены, которая похоронена рядом. В итоге они берут все золото, сжигают мумии для того, чтобы скрыть следы преступления и возвращаются в город. И в итоге одного из них берет с поличным стража города. И дальше он все, что у него было, отдает управляющему писцу, то есть чиновнику средней руки, его тут же отпускают. А ввиду того, что он не сдал других, то все остальные поделились с ним частью своей добычи. И в конце вот этого допроса человек, которого допрашивают, говорит, что очень многие люди города Филы грабят так. Но понятно, что в итоге наказание было применено только к непосредственным участникам вот этих разграблений, а те люди, которые их покрывали, и вот тот самый господин Паура, против которого были выдвинуты очень тяжкие обвинения, он остался целый, скорее всего, даже остался на своей должности. То есть вот на самом деле такие случаи были, это не единственный пример. Есть примеры, когда, например, под суд пошли жрецы храма, которые украли золотые предметы, золотые жертвенные подставы, заменили их медными позолоченными, соответствующими по весу. Это знаменитый скандал острова Лефантина, это тоже рубеж 12-11 века до новой эры. То есть такие примеры есть, их достаточно много. Есть совершенно, кстати, прекрасная книга на русском языке, она есть в интернете. Исидор Михайлович Лурье, очерки истории древнеегипетского права, это Ленинград, 60-й год. Вы ищите, вы найдете ПДФ-ку, и там не только рассказ о правовой системе Египта и вот об этих преступлениях, там огромный объем переведенных вот этих текстов. То есть вы почитаете настоящее свидетельство древних египтян, в том числе о тех событиях, о которых я только что вам рассказал. Ну получается, что египетская власть, она была достаточно коррумпирована. То есть мы как раз сейчас, то, что вы рассказывали, это такой классический пример коррупции, когда чиновник решает за определенные деньги. Ну слушайте, конечно, как и в общем традиционная восточная культура и допустим в том же Египте старались в блистательную эпоху Нового Царства, это 16-11 века до новой эры, полицейскими старались брать не египтян по национальности, а миджаев. Миджаи – это племя нубийское, которое жило у южных пределов Египта. Это очень сильные, очень мощные мужчины. Не приветствовались их браки с египтянками именно для того, чтобы мужчины, которые делали карьеру условно в полиции, порой блестящую совершенно карьеру, они через брак не могли войти вот в это сословное общество египетское. И, соответственно, по сути полиция была, насколько это возможно, независимо от правящих вот этих групп высшего чиновничества и воинства, которые порой, естественно, даже манипулировали фараоном. Но в любом случае ситуация порой решалась совершенно однозначно. У нас есть примеры, когда одна из верховных жрец Карнахского храма пишет письмо своему подчиненному с недовольством о том, что нескольких маджаев нужно было утопить, и они не были утоплены вовремя, и это, соответственно, помешало каким-то ее планам. То есть, с одной стороны, есть, понятно, борьба за адекватную и независимую полицию, с другой стороны, честного полицейского всегда можно убить. И документы говорят именно о такой практике. Ну, а что означало известное всем, наверное, по фильмам проклятие фараона? Действительно ли, потревожив гробницу, можно было столкнуться с какими-то последствиями? Вы знаете как? Ну, историю с проклятием фараонов, которая, естественно, пошла в мир с 22-го года, вот скоро столетие будем праздновать находки гробницы Турнанхамуна, на самом деле, все-таки, это было такой, ну, журналистской уткой, которая была призвана как-то больше привлечь внимание к находкам. Дело в том, что в самой ментальности древнего Египта у них нет представления о наказании за, например, на человеку, который разграбил царскую гробницу, наказание со стороны духа умершего в этой жизни. У них совершенно другое представление о том, что этот человек, который вот совершил такое преступление, он дойдет до своего порога смерти, он придет в загробный мир на суд богов, и вот там дух покойного, гробница которого была потревожена, он подаст свое обвинение на великом небесном суде, на великом джаджате, в котором председательствует бог Осирис, великий владыка бессмертия. Вот там, соответственно, будет наказание небытием, наказание, которое лишит сущность этого умершего условно грешника возможности счастливо обитать в ином мире со своими предками и с духами богов. Это те позиции египетского мировоззрения, которые звучат еще в текстах пирамид. Это древнейший религиозный текст человечества, человечества, а не только древнего Египта, который впервые появляется в записанной уже форме в 25 веке до новой эры на стенах погребальных камер царских пирамид Некрополи Сакара, недалеко от современного Каира. То есть, там нет проклятия тому, кто зашел в гробницу для того, чтобы ее разграбить. Там есть предупреждение о том, что проклятие свершится в мире ином. В частных гробницах иногда есть упоминание того, что вот обычная гробница в любой эпохе она состояла, имея абсолютно разные архитектурные формы с двух частей. Внизу это погребение в шахте, а наверху это некое святилище, куда можно прийти почтить память этого умершего. Если ты приходишь и читаешь заупокойные формулы или рассматриваешь жизнь этого человека на рельефах и текстах, ну как-то поминаешь его имя, вот эта память имя, она для Египта очень важна. Это хорошо, но если ты делаешь что-то против, а еще не дай бог ты взял статую этого человека, написал свое имя на этой статую и таким образом ее узурпировал, вот дальше тоже с эпохи Великих Пирамид Гизы в частных гробницах есть, ну давайте условно назовем его проклятием, когда умерший говорит, что ну по сути чтобы тебе не везло в жизни, чтобы тебе змея была на твоей тропе, чтобы крокодил был на твоей воде, чтобы лев был в пустыне, когда ты идешь через нее, чтобы было тебе несчастье. Но это такое несопоставимое нечто вот с тем мифом о проклятии фараонов, который естественно появился в прессе, а потом уже и в литературе на рубеже 19 и 20 века. Еще интересно, что поговорка «Не плюй в колодец, пригодится воды напиться» тоже принадлежит египтянам, или это миф? Это нет, это не миф, более того, мне очень приятно, что вы это вспомнили, это мой перевод, это замечательный текст мудрости жреца Ангшишонка, это потрясающий текст, который рассказывает о человеке, который случайно оговоренный попал в места предварительного заключения, и там решил написать мудрость для своего сына. И там потрясающие фразы, вот да, действительно, «Не плюй колодец, пригодится напиться», прекрасное, тоже мне очень нравится, «Не умирает крокодил от забот, но от голода дохнет», да, еще много-много, если учитель выгнал тебя из дома, станет привратником у порога его, то есть там потрясающие совершенно тексты, и это IV век до Новой эры, но на самом деле это восходит к совершенно особому жанру египетской литературы, мы традиционно их часто называем поучением, но на самом деле это вот такая мудрость, и начиная с XXV века до Новой эры, с великого Патахатепа, многие египетские мудрецы делятся вот такими опытом своей пережитой жизни, тем, что хочется отдать грядущим поколениям, там есть потрясающие вещи, их тоже можно найти и в русском переводе, и на английском языке почитать, это удивительно, потому что это что-то глубинно-человеческое, это то, что показывает, что несмотря на другой культурный код, другой религии, другую цивилизацию, вообще другую, все равно базовые человеческие ценности, надежды и какие-то ожидания, они были теми же. Вопросы, которые приходят к нам по WhatsApp, зачитываю их, что такое с точки зрения египтолога слово «Аминес Библии»? Вообще не египетский корень, то есть в пространстве египетской культуры такого термина нет. Еще один вопрос. Роман «Фараон» польского писателя Болеслава Пруса – это фантастика? Это блестящая совершенно книга, это лучшее, наверное, художественное произведение в Древнем Египте. Понятно, что там есть какие-то анахронизмы, главный персонаж, наследник престола, Рамсес XIII – это выдуманное лицо Рамсесов в 20-й династии истории Древнего Египта было 11, но все остальное – это гигантский срез египетской цивилизации XII века до Новой Эры, и Болеслав Прус, будучи блистательным совершенно польским, не только писателем, но и историком, он обработал огромное количество подлинных египетских текстов, документов, он прекрасно знал накануне написания романа, ну, все новейшие научные, да, исследования по истории искусства Древнего Египта, поэтому, несмотря на незначительные какие-то анахронизмы, дефекты, берите, читайте этот блестящий роман, у вас будет действительно срез египетской цивилизации, очень подробный, очень глубокий, очень близкий, на мой взгляд, историк к оригиналу, ну, и, собственно, эта блестящая книга, она стала основой еще одного абсолютного шедевра, это польский фильм «Фараон», если мне память не изменяет, он 1963 года, это фильм, в котором дебютировала Барбара Брыльска, и дело в том, польский египтолог Казимиш Михайловский, и когда вы смотрите это блестящее кино, то, глядя на убор царицы и ее браслеты, можно сказать, где хранятся оригиналы, то есть это фильм-реконструкция, ничего подобного в Голливуде сделано не было, хотя, конечно, понятно, что это Польша, и это не те бюджеты, и поэтому Нил, который вы там видите в фильме, это на самом деле дельта Волги, пустыня снималась в Средней Азии, но и подлинные египетские съемки в храмах там тоже есть, но еще и, конечно, блистательный подбор актеров, то есть они пытались очень успешно поймать египетский антропологический тип, то есть они действительно очень похожи на конкретные изображения древних египтян, блестящая книга, блестящий фильм, и я очень советую обязательно вернуться к этой книге, если вы ее читали, либо взять ее в руки, если это впервые. Ну что ж, мы благодарим вас, что вы нашли время и вышли в прямой эфир нашей программы, египтолог Виктор Солкин был гостем программы «Абонент доступен», спасибо вам, всего доброго.